Мы с тобой оговорили этот формат именно о том, как преодолеть эту пропасть. Ты видел мой пост, я прям сильно усугубил. И я предлагаю начать именно с этого. Потому что это все-таки две большие разницы, когда люди действительно вступают именно в период влюбленности. Когда действительно это влюбленность, когда это любовь. И когда это именно из-за дефицитарности, когда это из-за попытки вот эту любовь получить, заслужить. Потому что... Вот, кстати, тоже к тебе вопрос. Как ты думаешь, вообще есть у людей очень травмированных, которые пытаются зайти в эти отношения через голод, через вот этот вот поиск, поиск в другом вот этой любви, у них вообще есть шанс перерасти в любовь? Или все-таки... Вот как ты видишь это? Я это вижу как то, что мы не можем избежать. То есть, во-первых, надо снять, как мне кажется, по-настоящему нетравмированных, здоровых, целостных личностей изначально на пути, их не единицы. И, конечно, эти люди, они вообще не сидят ни на сайтах психологических, они вообще книги по психологии не читают, у них вот так все хорошо, у них все на своих местах. И жизнь их выстраивается интуитивно, мудро. Ну, я думаю, что это результат каких-то накопленных там опытов в воплощении, когда они уже все эти задачи проходили, и они просто уже живут из этой целостности. И вот этого здорового понимания любви, оно само у них раскрывается. Ну, и детство соответствующее. То есть семья полноценная, здоровая, причем не просто о ребенке заботиться. Это действительно мама-папа, это бабушки-дедушки, это братья-сестры. То есть, действительно, человек в такой идеальной гармоничной семье выросший. У него, конечно, шансов много. Вот, это тоже именно много, но точно... Идеальная семья не гарантирует отсутствие каких-то травм, да? Как в каком-то я фильме смотрела, и там такая фраза была, если бы тебя родители залюбили, это бы тебя испортило, а тебя не долюбили, это тоже тебя испортило. То есть мы всегда к родителям так или иначе имеем какие-то неоправданные ожидания и разочарования. Но в любом случае, конечно, стартовый капитал, с которым человек приходит, это во многом семья, из которой он прорастает. И те мэтры, которые изучают тему отношений, там тот же Мюррей Боуэн, тот же Шнарк, они утверждают, что человек выходит из семьи на том уровне дифференциации максимальным, который был достигнут его родителями. То есть очень сложно выйти здоровой, зрелой, самостоятельной личностью, когда твои родители были эмоционально слиты в этой любви и нужды, да, и показывали только эти модели поведения. Поэтому мы исходим из того, что так или иначе, мы все где-то раненые, где-то неполноценные, где-то у нас какие-то дыры, пустоты, незрелости. Ну, это часть реальности, ее отрицать, прятать голову в песок. Иначе бы мы все здесь не собирались об этом не говорить, не было бы потребности. Но если мы говорим, мы собираемся, приходим, значит, это наша общая боль. И если вот твой вопрос, есть ли шанс у таких людей, я думаю, что есть. Но он потребует большего труда, осмысленности, осознанности, чтобы это преодолевать. Вот, конечно, вот в этой, в твоем посте была такая нотка драмы, но она объективная, то есть это то, что мы встречаем в реальности и то, что есть. И в этой драме, конечно, намного боли, безусловно. И вот вырастание из этой боли, вот это уже искусство. И почему люди идут в изучение этой темы, отношений, там, ну, мой путь, он тоже, я из этой точки приходила, да, и я тоже копаю в этой теме, потому что это моя отправная история, с чего все началось. Вот, но так или иначе, когда у нас что-то болит, это очень больший мотиватор. Я, кстати, тоже говорил, да, что я это, дравиши, подкину. Все же вот этап, именно когда заканчивается влюбленность, начинается вот это истерение себя. Есть ли действительно вот эта вот грань, граница, где все же вот, и как ты вот видишь, но действительно есть ли дальше смысл, когда вот эта ушла влюбленность, вот этот вот гормональный какой-то взрыв, и вот где-то грань, где есть смысл с человеком идти в любовь, открываться, либо это вот, ну, классический нарцисс, еще кто-то, кто действительно не слышит, не может. Вот как человеку увидеть, действительно, есть необходимость и возможность пробиться, либо все же отползти, завязать раны и попытаться найти нового. Ну, то есть продолжать ли себя мучить в этих отношениях, да, либо... Да, да, вот этот вопрос мучить, вот это мучить, оно во всех отношениях, оно происходит. Я вот, я это и уверен, просто по логике развития событий, то есть всегда происходит, влюбленность заканчивается, начинается как раз вот исцеление каждого, вот эта дифференциация начинается, отдаление начинается, потому что мы паре уже видим в контакте, видим свои болячки, видим, мы начинаем наступать друг к другу на мозоли. Всегда это больно, всегда идет разрыв какой-то, уменьшение близости. Так вот, собственно, я вопрос опять задаю, именно в том, как ты, чтобы ты посоветовала именно, где есть необходимость действительно идти дальше, сквозь эту боль, чтобы выстраивать отношения, а где все же нужно завершить и... Пойти дальше. Да, уже искать другого человека, искать себя, восстанавливать себя и искать другого человека. Вот такой вот вопрос в локационном состоянии. Да, ну вот это определяется готовностью людей. То есть вот есть несколько состояний нахождения в отношениях, когда мы бегаем по кругу, по своим привычным вот этим паттернам, нажимания друг другу на полевые места, реагирования, и это может продолжаться очень долго, а может быть и всю жизнь. То есть и люди, условно, задать себе вопрос, вот просто вопрос, а меня это устраивает, а я чего для себя хочу, иногда очень страшно. Казалось бы, такой обыкновенный вопрос, но вот эта честность с собой, это точка, наверное, ответа на твой вопрос. То есть если мы становимся чуть-чуть более честными с собой и начинаем себе признаваться в том, что что-то не то, в том, как мы выстраиваем отношения, что происходит между нами, вот это начало тогда изменений, трансформаций. И тут с этого момента два развития событий. Если нас это начинает не устраивать, то первое, мы начинаем, то есть включается такая уже рефлексия и осознанность. Из нашего спящего сознания мы начинаем потихонечку пробуждаться к тому, что есть. То есть почему спящее сознание? Потому что оно во многом захвачено вот этими нашими травмами, проекциями, которые мы так или иначе накладываем на своего партнера, а в него же и ранимся тем, что болит у нас и до него и болело. И если мы словно начинаем осознавать, что причина не в нём, а где-то это в моей голове и в том, как устроен мой внутренний мир, мы словно делаем первый шаг в эту ответственность перед собой, своей жизнью. Что я хочу видеть в своём новом дне? И тогда вот здесь возникает шанс на изменения. И вот эта осознанность повышенная, она часто пускает людей на поиски информации, они идут в терапию, они начинают в этой теме копать, они начинают как-то более честно проявляться с партнёром. И это, конечно, запускает динамику. Чаще всего первая реакция разрушительная, усложняющая ситуацию отношений, конфликты усиливаются. Но и здесь вот, когда один человек начинает меняться, другой либо так или иначе следует за этими изменениями, потому что невозможно систему сохранить в прежнем варианте, если один элемент меняется, второму придётся меняться. И тут вопрос к нему, он готов или нет. Если человек второй полностью отрицает эти перемены, а первый уже не готов соглашаться на прежнее, тогда отношения могут рассыпаться. Но здесь тогда вопрос вот этой силы любви. Людей даже травмированных уже что-то соединяет. Я хочу, Катя, я прям ещё раз хочу акцент сделать, ты очень правильно, мне очень отвлекается, что ты сказала. Я просто ещё раз хочу маленький итог такой. Сделать вывод, что вот в этот момент, когда начинается вот разрыв, когда мы начинаем видеть друг друга в более реальном виде, хотя тоже от розового обычно идёт шарахание в другую сторону, мы тоже человека видим не как он есть, а опять же через какую-то свою призму, обычно через призму опять же этих своих страхов. То есть когда человек вот уходит в какую-то в тёмную зону в нашем видении, это вот как раз момент, чтобы начать в первую очередь осознать, а что со мной. То есть вопрос не в человеке, а вопрос во мне. Это прям очень важно и прям хочется подчеркнуть, что работать начинать в любом случае надо с собой, не с человеком, ничего ему не доказывать, не говорить, что он делает что-то не так, не пытаться его справить, не помочь ему. Это про себя всегда. И когда я действительно начинаю по-другому осознавать себя, выясняется, что и человек тоже каким-то образом на это реагирует. И это всегда. То есть никогда мы в своём партнёре не пытаемся найти и сказать, что он в себе. Вот всегда это про себя. И уже по мере как раз вот этого исцеления себя разными способами уже исцеления себя происходит либо действительно сближение на новом уровне, уже на более реальном, уже не на уровне гормональных средств, а действительно мы начинаем видеть человека. Не розового, не чёрного, а живого настоящего. И в этот момент как раз уже и приходит понимание, действительно, а вот с этим человеком-то мне по пути или нет. И вот тогда уже. Вот я хотел вот прям вот это подчеркнуть, потому что я очень ценное сказала. Вот может быть ты что-то хочешь добавить. Потому что этот прям момент важно понять, почувствовать. Про него вроде все слышали, но именно как вот понимание, осознание, оно мало у кого есть. Мы рефлекторно, реактивно всегда видим, что нам человек причинил боль, значит он виноват. Не то, что во мне боль, а то, что человек причинил боль. И более того, это не просто порой редкое явление взять ответственность где-то на себя, но и трудно, даже имея чей там какую-то степень осознанности, понимания, знаний. У нас тенденция ума так выстроена, что мы первый наш импульс. Мне плохо, потому что с ним что-то не так. Или с ней что-то не так. Это первое, с чего начинается наша реакция, иначе бы её не было. Рано в другую же сторону и чувство вины, когда мы будем самовыщивание, это тоже другая сторона медали. Когда авторитет партнёра, он такой идеализированный, он правильный, а если что-то идёт в наших отношениях не так, это только из-за меня. Такая тоже грань есть. То есть это такой подавленный тип и реакционный тип, как в генных ключах. У женщин это очень часто, да, это действительно другая крайность, когда женщина начинает себя во всём винить. Само влечевание упадет. Да, и это ещё хуже, мне кажется. Потому что это реально, я хоть и посмеялся, но это правда, это хуже. Хуже, потому что женщины чаще всего как раз закрываются, они отрезают себя на всех планах, энергетических и психологических, они улетают просто вообще в никуда. И помочь им невозможно, потому что они не закрываются. Потому что я плохая, потому что я никакая, я неводная, и поэтому вот закопайте меня. Да, но это место очень важное, да, то есть нам надо всегда понимать, что то, что с нами происходит, первое, надо убрать вот это чувство неадекватности. Вот в тех описаниях, которые мы сейчас даём, многие могут себя узнать. И я точно была в этой роли, тоже, как ты говоришь, отрезание себя. Но чем? Ну, словно, реально здесь добра. То есть здесь очень важно не уйти в чувство неадекватности, вот это ещё более глубокой вины, осознавание, что у меня не получается так, как у нормальных там женщин быть целостной, здоровой, правильной, какой-то идеальной, умеющей выстраивать отношения с мужчиной. Это очень больно, падать вот в это место. И часто оно сопряжено с каким-то внутренним бессилием и отчаянием. Я не знаю, как по-другому. Я помочь себе не могу. Но оно хорошо тем, что у этого падения есть всё равно дно определённое. И иногда, когда до него дотрагиваешься, то там начинают обретаться какие-то силы. По сути, мы в этом падении, ну, так или иначе, либо мы уходим в жёсткую агрессию и обвинение партнёра, либо в самобичевание, у этих состояний всё равно есть свои пределы вот этого отчаяния и бессилия, после которого происходит, во-первых, эта встреча со своими травмами. Надо понять, что это всегда есть причины и корни где-то там в далёком прошлом. И момент сейчас отыгрывается именно для того, чтобы мы исцелили вот ту травму, эту боль, которая была нанесена там где-то раньше, да, в нашем уме была создана. И любое деструктивное сейчас поведение, состояние – это всегда приглашение к исцелению. Вот если мы так будем смотреть на наши трудные моменты и состояния, они дают ресурсы. Да, да, это очень важно. Увидеть в этом ресурс и не бояться этого падения – это уже большой успех. То есть не вот эта вот сама идея тоже, да, что типа всё, и на себе крест поставил, там вот крест одна можно не оттолкнуться. То есть важно именно сохранять интерес, понимание. И знаешь, то, что, когда ты рассказывала, ещё тоже такое про одно, когда упомянула, захотела добавить именно то, что мы когда ударяемся об одно, мы иллюзии теряем не только о другом, да, о котором мы заширировались, обохнёли, но мы ещё иллюзии осидетели. Любые иллюзии, неважно, плохие они, хорошие – это иллюзии. Это то, чем я не являюсь. Вот я себе нарисовала, вот я от имени женщины буду говорить, я себе нарисовала, что я там, я заботливая мама, там какая-то хозяйка классная, там, вечно улыбающаяся, ещё какая-то. И я стараюсь внутри тянуться к этому образу, на это тратя свои душевные ресурсы, а внутри вообще всё по-другому. И получается, что я вроде как бы эту рисую картинку для себя, в первую очередь для себя, а внутри другое. И пока я вот к этому другому, к настоящему, я не говорю, что это какое-то плохое или страшное, вот оно другое. И пока я вот с этим не соприкоснусь, пока я это не начну проживать, пока осознавать, проявлять, я буду, не буду жить. И вот это вот падение на дно, это как раз разбить вот эти все иллюзии о себе в том числе, в первую очередь о себе. Именно вот на этом мне как раз ничего и не остаётся, кроме живого. Ничего не остаётся, как смотреть на себя. Да. И вот в этих разочарованиях и горит наше эго. Вот это то, что вот эти иллюзии, да, наши какие-то образы, как правило, это компенсаторная, вот эта связка двух частей, стремление к идеальности, да, исходящее из внутренней неуверенности, ну, или веры в свою плохость какую-то, недостаточность, да. И вот это начинает умирать. Умирает идея, что я хорошая, обнажается идея, что со мной что-то не так. И вот в этой идее я с этим встречаюсь, с этой болью. И болит здесь эго, не душа наша болит, да, болит он вот в этих переживаниях, в этом обесценивании, да, сгорает, оно именно действительно переживается, как горение такое, даже по телу может горать. То есть если мы от этой боли не закрываемся, это очень такие глубокие процессы. Но так выстроено очень часто, что люди избегают этого места, ну, ум избегает, да, и пытаются как-то всё равно не смотреть, убеждать себя, создавать какие-то новые иллюзии, надежды, убеждать себя, что нет, это мне показалось, да. То есть вот эта нечестность с собой, она включается, как попытка защитить себя от вот этого болезненного проживания. Но именно почему-то, когда мы сдаёмся, идём в эту честность, говорим, да, вот это так, оно так и есть, становится невыносимо больно, но эта интенсивность, она в какой-то момент действительно растворяется вот этим, когда ты отпускаешь других, отпускаешь себя, отпускаешь всё, и в этом отпускании ты словно становишься просто. Собой. Собой, просто диким. Да, да, да. Ладно, что ты уточнила, потому что с собой, оно опять же чаще всего вызывает ассоциативный ряд, что я какая-то, да, с собой, типа, вот я сейчас была плохая, сейчас переродилась, и стану с собой какой-то хорошей. Да, опять это новая игра ума. Да, это очень важно. Да, и вот эта удача, она вот здесь где-то происходит. То есть мы сдаёмся по сути реальности, да, мы сдаёмся тому, что есть в партнёре, есть в себе. Да, да, вот. И вот эта вот точка, вот ты прям, ты так рассказывал, у меня прям сердце отдувалось, у меня даже судьбение было прям отбольно и радостно было. Вот эта вот точка как раз падения и разбития вот этих вот представлений и иллюзий, это и есть вот эта вот точка зарождения любви. Любви, которая изначально, это не про влюблённость, не про ипорию, а вот этой вот любви, и это любовь к себе. И, собственно, как раз вот эта вот динамика, которая между парой, это о том, чтобы каждый достиг в какой-то степени вот этого вот дна, обнажился до состояния любви, до состояния, что я есть. И уже из этого состояния как раз строится заново. Из этого состояния как раз уязвимого, болезненного в каком-то степени. Хотя болезненная, это как болезненная чувствительность. Это не про боль как таковую. Уязвимость такая. Это как стоишь, как голый стоишь. Ты еще говорила, что горишь, это вот прям как картина, вот этот, как феникс, то есть нужно сгореть сначала, чтобы выразиться в чистоте, в явности. И из этого как раз начинается любовь. Да, она настоящая, настоящая. И это вот как-то у Оша, я вычитала еще давно, он истинную любовь, метафору такую приводил, но это как роза, которая расцветает из земли, из дерна, вот этот стебель очень поднимается, и когда там этот бутон, он только сформируется, потом он только расцветет и будет давать аромат. То есть у этого процесса у любви есть развитие. Это не то, что приходит вот так по щелчку пальца, да, вот я теперь любящий, потому что я это решил, или я решила. Или это случилось только неожиданно. Или это случилось, да. К этому мы дозреваем. То есть каждый сейчас находится на какой-то своей отправной точке вот этой способности любить. У того же моего любимого Вашнарха, там есть фраза, мы развиваем свою способность любить и быть любимыми в течение всей жизни. Это не как явление, это наша способность, как навык. И вот он как раз развивается благодаря вот этому какому-то внутреннему намерению идти трудным путем любви. Не легким путем удовольствия и наслаждения через другого человека, а порой непростым путем вызова любви. Почему вот этому серию мы как-то обозначили вызовы любви, да, наших встреч. Потому что любовь, ну, что-то от нас потребует. Она, если мы хотим туда идти этой дорогой, это всегда отказ от чего-то. В движении к любви мы всегда словно от чего-то должны отказаться. Отказаться я имею ввиду, мы отказываемся от лености решать вопросы, отказываемся от жалости к себе, мы отказываемся от пассивности, отказываемся от того, что прячем голову в песок, как страусы порой, мы отказываемся обзвинивать партнера, да, то есть это требует решений внутренних. И вот каждое такое решение, оно формирует в нас готовность развивать это в себе, развивать эту любовь, то есть начинать думать. Здесь вот наш мозг начинает очень интенсивно, конечно, развиваться. Мы начинаем думать, а как это любить? И мозг, и сердце, причем они одновременно. То есть они не в разделенности, ум сам по себе и сердце, а как раз в унисон, когда начинает. Знаешь еще, то есть тоже у меня такое прям тоже яркое, когда ты рассказывал, что хотелось добавить, вот это вот же вообще есть статус там, женщина там для любви, то есть там типа там край там до 35-40, а потом типа все уже не женщина, и вот это вообще время любви, ну типа короткое, вот это вот все, что в обществе этого много, это все именно как раз про вот эту влюбленность, это как раз про гормональность. И это дешевка. Это в лучшем случае сразу. Это не драгоценности. Драгоценности, они как раз вот формируются вот на этом вне. И то, что действительно заложено в человека, то, что действительно в человеке, вот этого божественного, это как раз раскрывается, оно вне возраста. И помню, мне как раз вот где-то года 33 было, я как раз написал, что вот теперь, только теперь я начинаю вообще понимать вообще, для чего я родился. И вот эта вот сумма многогранности. Действительно, когда человек приходит в это состояние чувства, в это состояние любви, возраст как таковой перестает иметь смысл, потому что вот это развитие, раскрытие любви, раскрытие чувствительности, оно, ощущение, что оно бесконечное, чем дальше, чем больше и больше. Это, кстати, вот это вот и есть, мне кажется, какой-то священный Грааль, и это эликсир вечной жизни и сердечной молодости. Опять раз любовь, которая возрождает, которая и есть в данном случае. Ну, как-то не на что в сторону ушел, но мне кажется, на это тоже важно. Да, да, у любви нет возраста в этом смысле. Ну, вот ты немножко упомянул про мифы, там, что женщина там после 40 уже о чем мечтать, да, у мужчин тоже есть там свои страхи. Вот. Мифов очень много, рожденных в социуме. Порожденных вот нашими травмированными умами. Мы же эти мифы создаем коллективно, так или иначе, и поддерживаем их, и они работают на нас и против нас. Вот. Но мифы – это отдельная тема. И, конечно, когда наш ум упирается на какие-то вот правила не истинные, да, не внутренние, природные, а какие-то вот навеянные модным пониманием, ну, это немножко нас уводит от пути. Поэтому вот это вот взросление, наверное, любовь – это вообще-то сила, которая очень быстро человека заставляет взрослеть. То есть если эта сила пришла внутри, почему мы так бессознательно все стремимся к этому чувству? Даже те люди, которые не хотят или отрицают любовь, или не хотят там каких-то глубоких отношений, все равно у нас словно какой-то бессознательный запрос на это, потому что мы это ищем. Когда находимся, мы этого пугаемся, порой от этого бежим. Вот. Но если эта сила приходит, она нас захватывает, она порой и не отпускает. Почему вот, ну, тему, которую ты озвучил, что люди приходят вот в пару, да, травмированные, много боли, как бы тут расстаться или не расстаться, можно ли выходить на какие-то другие уровни. А вот чувство держит. Вот чувство держит, тяга держит. То есть важность этого человека и значимость в твоей жизни есть. Неважно, на чем она выстроена, на вот этих травмированных фазлах, на каком-то бессознательном выборе. Это есть сила притяжения. И она не дает паре разорваться, ну, как слететь с орбит. Так или иначе. И толкает, и толкает. Я как-то это, вывел такую одну из формул любви. Любовь – это гравитация. Да, да, похоже. А ты никуда не денешься, да. То есть вот все, что происходит между планетами, на чем мы все держимся, все, что притягивает – это любовь. Вот оно про это, да. Ну, поэтому люди, они бы, может, расстались бы, избежали друг от друга, но как не могут. Вот в этом начинается этот парадокс. Вместе тяжело, а порой невозможно. Вот это один из признаков того, что людей объединяет даже любовь. Пусть она выглядит как не любовь, как любовь из нужды или как иначе. Но все равно вот эта сила притяжения, она держит, и она заставляет людей взрослеть. То есть проходить эти травмы, отказываться от каких-то своих эго-ожиданий, в какой-то безусловной любви партнера, да. То есть учиться вот этой свободе внутренней и давать свободу другому человеку. То есть любовь заставляет нас идти в свободный мир внутренний, с уважением к свободному миру других. Так она нас воспитывает. И удивительным образом так происходит, в чем тут воспитание? Что как только этой свободы становится больше в нашем пространстве, с нашим любимым, нам становится легче, приятных моментов больше. Как только мы начинаем контролировать и завязывать узлы, всем становится очень больно. Так работает природа. И почему полезно изучать вот эти механизмы любовных отношений? Потому что ум обучается видеть и понимать эти процессы, чтобы когда было страшно, не испугаться, не пойти в разрушительные стратегии, а наоборот сделать какой-то непривычный, нестандартный для ума шаг, но ведущий в освобождение обоих. И вот там, где больше вот этой свободы, свободы, да, вот эти шаги на отпускание друг друга, там вот как раз начинается уже чувство любви из вот этой зависимости друг в друга, в друге, да, вот это «я хочу, чтобы ты меня любил», превращаться в «я тебя просто люблю, потому что ты мне дорог и ты свободен меня не любить», например. Это уже очень мощная история. Это очень высокий уровень, да. Да, но вот как раз с этого момента, вот о чем ты говорил, то чтобы прийти в эту точку, мы должны сгореть. Сгореть наши вот эти идеализации, иллюзии относительно себя, другого. Должна вот прийти какая-то внутренняя тишина, и она даёт силу тогда просто вот как бы быть открытым к другому, без нужды, ну, бестребовательной вот этой нужды. Конечно, в любви мы всегда, ну, так или иначе, рады, когда наше движение к другому ответное, взаимное, и другой тоже включается вот в это приглашение. Конечно, это прекрасно, но базово, да, вот это место мы вынуждены будем пройти, отпустить другого, не любить нас. И тогда вот эта любовь уже из полноты, она уже начинает развиваться, это уже зрелая любовь. То есть вот, но это процесс, и может быть мы к этой любви вообще придём там свои 60-70 лет, к тому, когда это будет доступно. Но каждый шаг в этом пути, он добавляет нашей этой способности любить другого всё больше и больше. То есть и поэтому это какой-то внутренний выбор и намерение. Я хочу вообще эту науку изучить, понять, что такое любить, что такое любовь, что такое другой, что такое я. У некоторых нет любопытства в эту сторону. И жизнь уже крутит так, как крутит. Чаще люди приходят именно в поиски себя, самоисследования после разочарования любви, после того, как что-то не получилось. Тоже. Как точно, да. У нас время уже, то есть уже 40 минут, эфир. И знаешь, я бы хотел подвести прям кратенько какой-то итог, потому что мы всё же заявляли, как перейти от влюблённости к любви. Вот прям, может быть, третье, прям вот раз, два, три. Ум всё равно любит. На самом деле мы раскрыли эту тему, вот в тот момент, когда про одно говорили, мы её раскрыли уже прям очень глубоко. И тот, кто, если это не понял, не почувствовал, вот прям первые 20 минут, вот переслышите ещё раз глубоко, потому что вот ключевой момент мы там раскрыли. А тот, кто всё-таки хочет что-то ещё услышать именно для ума, как что-то услышать, почувствовать, вот как перейти от влюблённости к любви, давай попробуем таки тезисно сказать, а что же делать. Как пройти так, чтобы сохранить любовь, вот, сохранить близость и выделить от влюблённости к любви, вот композицию, можно? Ну, первое, да, то есть это когда вот начинаются первые сложности, несовпадения, да, мы сталкиваемся с первой болью в отношении. То есть вот в эту боль посмотреть, что болит, это первый этап. Какие мои ожидания меня ранят относительно партнёра? И мои эти ожидания, это про что? Действительно ли он должен быть таким? Откуда у меня эти идеи? И начать в это смотреть. Второй этап, это... Я прям добавлю ещё. Когда есть вот этот вот первый этап именно осознания и такого зачарования, в принципе, кругом, где партнёр какой-то не такой, вот поставить не то, что не такой, я не знаю, я не знаю его, и я не знаю себя. Вот так вот увидеть. И в этом не знаю, а взглядеть, а что же здесь на самом деле. Не пытаться не цепить то, что я знаю, что у меня привычно, а вот прям, прям вот как будто первый раз посмотреть, а что же там на самом деле. И открывается совершенно парадоксальная вещь. В этом смысле очень хорошо подходит работа Байрон Кейти «Вопросники о суде ближнего своего на партнёра». Вот просто едином. Берёшь и осуждаешь по списку. Он не то, он не так, он не туда, он не сюда. Он должен быть таким, а не должен быть таким. И начинаешь исследование. Ну, то есть вот я считаю, что это мощнейший инструмент для того, чтобы разобраться вот со своими иллюзиями. Я предлагаю тебе прям какой-то пост про работу Байрон Кейти, если бы ты не сталкивался, прям выложи после эфира, чтобы люди посмотрели, поняли, о чём это. Потому что раскрывается, всё это будет очень доброе. Да, да. Это вот первый пример. И тут искренность. И тут очень важна искренность. То есть вот результаты своих исследований очень важно тоже уметь доносить до партнёра. Чтобы мы понимать, что другой человек, он тоже, он не враг в каких-то своих проявлениях в отношении меня, а он такой же страдающий, если у меня там травмы, у него тоже травмы. Он не Бог, он не Иисус Христос, он не Мать Тереза. Он несовершенный. И мне нужно увидеть, что у него тоже болит. И сделать вот этот выбор, по крайней мере, то, что у него болит, отнестись к этому как-то бережно, эмпатично. И тогда вот если оба объединяются вокруг, они как будто выносят вот эти травмы, осознаваемые, что у каждого внутри заноза. Они выносят это в поле своего пространства пара и говорят, вот у нас вот здесь остро, что мы можем с этим сделать? Ну, когда они, допустим, не в конфликте. И тогда они объединяются против вот этой эгоистичной травмирующей силы. Они танцуют уже как пара, как заодно против, не как спарринг-партнёры, а как объединённая сила. И вот если получается здесь взяться за руки, то пара очень быстро проходит через все эти. А это очень через искренность. Что за дело, почему реакция, как бы тебе хотелось, что заболело. Тебе показалось, что я тебя отвергаю, на самом деле я это не имела в виду. То есть помогать другому видеть меня настоящую, а не его проецированную боль, что я там какая-то отвергающая мама из прошлого, например. Помогать ему вытягиваться из его вот этого туннеля боли. И то же самое позволять партнёру вытягивать меня, когда мне это необходимо. То есть просить помощи друг у друга. Вот если пара здесь объединяется, вот в чём сила любви, сила притяжения? Потому что она даёт ресурсы это делать. Людям словно становится это важно, это значимо, это необходимо, это нужно. Вот с партнёром, который тебе не интересен, лень копаться в этом. Ну просто лень лазить во всех этих дебрях. А вот важный и значимый для тебя человек, тебе очень важно, чтобы вы выровнялись. И получается, что каждый конфликт, когда он, если вот так проходит пара его, она обретает другой уровень близости. Они становятся более освобождёнными, более близкими, более любящими. И потихонечку, потихонечку пространство вот этой травмы меньше, влияние травм меньше, а любви между друг другом больше. Ну вот написали здесь в чате Мака, что любовь – это чувство, а шаги любви – это проявление любви. Вот как раз для меня шаги любви – это вот готовность идти в трудное и в сложное. Но понимать тоже иногда, что избегание этих шагов – это тоже часть травмы. И тоже где-то партнёру помогать так мягко разворачивать его в наше пространство. Ты не рассказываешь, я сижу, улыбаюсь, настолько вот ты говоришь моими же словами, можно сказать, моими же пониманиями. Я с первого нашего знакомства этому уделяюсь. И здесь тоже настолько это близко. И опять же, я в данном случае тебя слушаю, как мужчина, женщина слушает. Я полностью это понимаю и соглашаюсь. Для меня это ещё хочу обратить внимание, что вот этот вот уровень взаимодействия на уровне душ, он здесь уже не имеет пола. Это вот как раз любовь, которая… Там есть мужское и женское. Но вот на этом плане взаимодействия, когда мы помогаем друг другу переходить к своей любви, когда душа начинает проявляться, здесь правда и взгляд мужчины, и взгляд женщины настолько близко, что у нас здесь нет противоречий, здесь есть радость, узнавание. Это такая близость невероятная. Это такое узнавание друг друга. Я не знаю, это вот тот уровень, ради которого даже стоит проходить через все эти днища, через эту боль, потому что вот здесь вот как раз начинается такое светлое, такое радостное, и оно абсолютно чистое. Ничего без примесей, каких-то страхов, ревности, ещё чего-то настолько близкое и радостное, что оно бесценно. Да, и вот то, что ты описываешь, вот эти все такие яркие моменты, это всё следствие однажды выбранного пути идти трудной дорогой, преодоления всех этих сложных моментов. И люди, наверное, разделяются на две категории, которые пока не готовы идти этой дорогой, и выбирают пока, пока. Всё равно я уверена, что мы все пройдём. Ну, как бы такой мир, внешний покой, неконфликтное пространство, оно за счёт вот этого чувства, то есть теряется вот эта близость, яркость и искристость вот этой близости, то есть такая сакраментальность теряется. Да, пара может сосуществовать рядом на таком бытовом уровне, но вот нету вот этого волшебства какого-то. А оно приходит, оно не приходит как априори, это результат труда, то есть нашего душевного труда, результат наших вложенных сил. Так устроено, насколько мы готовы. И вот так по-настоящему любить готовы немногие. Может быть, единицы. Я сама не знаю, готова ли я любить. То есть я, когда придёт момент, я проверю, взбегу ли я в кусты напуганная, или я пойду той дорогой, о которой мы сейчас говорим. Я не знаю, жизнь покажет. И порой очень трудно вот действительно эти выскоренности в преодолении, да, делать вот эти какие-то прыжки веры свои навстречу другому. Большой соблазн, да, когда гарантий вообще никаких нет. Большой соблазн спрятаться, сказать о бесцене другого, чтобы себе было не так больно, да, и сказать, что у меня-то всё хорошо. Вот, это он, из-за него, всё так. Вот, поэтому честность с собой – это важный момент. Искренность позволяет этой честности проявляться. Нам кажется, что мы честные наедине с собой, так не работает. Готов ли ты честность выразить и получить обратную связь на свою искренность, да. То есть, а может быть, то, что я считаю это моей, ну, там, абсолютной, что я вижу, что оно так и есть у партнёра, он мне даст обратную связь, скажет, а у меня это совсем иначе. Вот это вот совсем иначе, да, нам придётся здесь разбираться, где у меня возникло это искажение, да, находить вот эти точки соприкосновения. И так мы от идеализации потихоньку, вот, как лапшу с ушей снимаем нашу. Со своих же. Со своих. Которые сами себе и повесили. Да, хорошо, если партнёр делает то же самое в унисон. Вот. И обесценивание, да, вот друг друга, и это тоже часть реальности. То есть идеализация чаще всего, вот то, что ты говорила иногда, очень высоко, потом очень жёстко вниз. Это обесценивание. И поэтому те, кто... Почему падают очень сильно те, кто вот, ну, как бы в таком поклоненческой любви находятся на старте? Вот, я встретил Бога, там, или я встретил Богиню. Да, потому что идёт очень мощнейшая реализация, и когда происходит встреча с реальностью, этот Бог превращается в исчаде ада. Вот, по той же амплитуде. Когда ты реалистично смотришь сразу на человека, со всеми его там, да, вот это так, это так. Ну, то есть ты как бы на реальных условиях уже готов любить. Тогда не будет этих мощных разочарований. И вот искусство любви, после вот этого этапа обесценивания, начать находить в партнёре новый идеал свой, понимаешь? То есть внутренний идеал, с которым ты заходил в отношения, он разрушится. Ну, вот у нас есть эти аниме и анимусы, да, какие-то свои представления об идеальном мужчине. То есть вот мой этот идеал в отношениях разрушится точно, но смогу ли я выстроить новый свой внутренний идеал относительно человека, с которым я живу рядом? И вот если у меня это получится, то у меня будет здесь вот эта вот согласованность внутреннего с внешним. И тогда я буду чувствовать поток любви и соединённости. Если этого не произойдёт, мне будет сложно любить то, что рядом со мной. Если я... Да, и вот готовность пересмотреть свою внутреннюю опору, от чего-то отказаться, почему я говорю, любовь – это отказ, отказ как раз от каких-то ложных конструкций. Тогда помогает нам другого видеть, ну и дальше любить его. А шаги любви – это уже следствие того импульса, который вот хочется, когда она уже из заботы идёт, из зрелости, нам уже хочется радовать, хочется дарить другому радость, заботиться о нём. То есть это включается оно естественно. Ну и в отношении там есть разные процессы. И конкуренция какая-то, и борьба за власть, и соперничество, за внимание, кто прекраснее. То есть очень много испытаний проходит в этом смысле. Кто о ком больше заботится, что такое забота. Вот это тоже, знаешь, прям пришло тоже, вот ты рассказывала, вот это построить заново, оно не в том-то и дело, что мы сначала как будто строим, а вот потом из любви оно даже не построит. Оно как бы с одной стороны вроде и построит, но в первую очередь у тебя обнажить и обнажиться. И это вот, и это не столько даже построить именно другого и не создать иллюзии, а вот начать любить вот себя через него, либо его через себя. Это очень интересная такая вещь, потому что с одной стороны, другой – это нечто, которое не имеет ни формы, ни каких-то конкретных вещей, и он по большому счёту другой, он нейтрален. И я то же самое. И когда вот в этом взаимодействии, взаимодействие из любви, оно выстраивается. Оно не строим, мы не строим, а оно выстраивается. Когда это вот взгляд из любви, это очень красивый процесс. И это не о том, какое должно быть, это не о том, какое я придумаю, как мне будет лучше. Нет. Да-да, это не от ума всё, это вот обнаживание. Да-да, это вот всё обыстраивается, и оно выстраивается потрясающе, красиво, невероятно красиво, потому что оно как есть. В то же время оно создаётся нами. Это трудно, по одному словам, это можно только пережить. Вот такой эффект, ну вот метафорически, да, очень хорошо, когда, ну вот по внешности очень можно много посмотреть, да, например, есть какое-то представление там об идеальном мужчине внешне, или там об идеальной женщине внешне. Вот мне нравится там такая форма, да, вот, встречаешь человека, а он вообще этому не соответствует. Но когда происходит вот это чувствование, тебе нравится всё в нём. Там каждый шрамик, каждая там, не знаю, машинка, витрушка, каждый прыщик, там, целлюлиты, то есть ты человека всего, то есть тебе вообще не важно, как он выглядит, ты любишь в нём всё абсолютно. Вот про это я, наверное, имела в виду, и вот то, что ты говоришь, это само выстраивается внутри, оно как бы заполняет тебя. Поэтому старики, которые там 70 лет держатся за руки, там, и смотрят друг на друга, они видят красоту, им не нужны вот эти живые формы, там, свежие, да, юности, кто умеет смотреть глазами любви. Те, кто не идут в любовь глубоко, им, они меняют партнёров на более молодых и красивых. Поэтому здесь вот действительно, почему путь трудный, потому что то ли мы остаёмся на уровне формы поверхностной, восприятия, какими должны быть что-то там, а то ли мы идём на уровне вот именно глубокого чувствования сути. И вот до этой нейтральности мы к ней словно касаемся, вот о которой ты говорил. Вот. Получается ли у нас это? Это не получается. Но любовь – это выбор. Вот мне всё чаще и чаще приходит вот это ощущение, что это выбор идти этим путём. Какое-то внутреннее желание и готовность. И причём этот выбор, он опять же встраиваемый где-то изнутри. Мы можем кричать, я хочу любви, и не уметь любить, и не идти в это. А можем наоборот. Этот выбор он не от ума, он тоже не от ума. И можем это выбрать, решить, вот это будет. Нет, это точно так же изнутри. Изнутри это, это вот мой предпоследок, это протяжение. Я понимаю, что мне сюда идти. И идёшь. Да, вот Анюта пишет. Любовь и свобода в отношении – это ещё и отказ от образов себя в отношении, отвергнутых, преданных, покинутых, униженных, на самом глубоком уровне. Да, ну вот это оно и должно сгореть. Вот это самое главное, что должно сгореть. И признак того, что это сгорело – это тишина. Вот когда оно сгорает, процесс очень непростой, но в момент сгорания тишина и вот это как бы такая тихая нота, отсутствие ожиданий. Эти образы, они всегда требуют от нас ожидания другого, чтобы он убедил нас, что мы неотвергнутые. Отсюда рождается вот эта потребность и требовательность. А когда ты в тишине… И по себе то же самое. Я тебя жду чего-то. Мы чаще всего это не видим, мы как раз вниманием обречены вовне. И мы вроде… Основная боль для нас – это ожидания другого. Когда же действительно ты начинаешь видеть, больше всего выжибают ожидания от себя. Потому что через ожидание через себя я уже строю проекцию на другого. Я перестаю строить проекты на себя, я перестаю ожидать от себя, и что-то после этого я перестаю ждать от другого. И вот это вот… Как раз когда вот на этой яме вот эти вот иллюзии и претензии к себе плохие и хорошие рушатся, вот именно тогда я начинаю видеть человека. Да, а как мы поймем, что, допустим, у нас эти ожидания к себе есть, когда партнер нас в чем-то не подтвердит, и мы попадем в эту боль, разочарование о себе. Вот. То есть нам партнер как раз… Почему говорят это как зеркало? Ну, вот как раз нам показывают наши претензии к себе. Иногда партнер даже произносит те же слова, которые в нашем уме произносятся. Вообще до него за десятки лет произносились. Вот. А он, ну, как бы… Вот так вот работает это общее поле. То есть мы все движемся вот к единению, к любви, помогая друг другу обнажать свои раны, исцелять их и освобождаться. И партнер, он вот тот, который на какой-то стадии будет нам дотрагиваться до наших больных мест, а потом, когда у нас вот это освобождение, пробуждение из образов ложных произойдет, он уже будет нам отражать и нашу суть, и нашу красоту внутреннюю. Вот. И получается то, что у нас внутри, какие у нас отношения с собой, то отношения мы так или иначе будем наблюдать и со стороны другого. И не всегда это то, что он будет делать, но наш ум проецирует и интерпретирует именно так, как у нас это записано. Вот. Я смотрю, время уже у нас прошло. Вот уже был вопрос, так ли это, кто осознанно не в конфликте, на том и ответственность за ситуацию. Ну, вовсе не всегда, это ответственность всегда на двоих. Я бы не сказала, что вся ответственность на нем, но кто первый проснулся, наверное, первый шаг за ним. То есть можно ждать, что другой проснется, и потом мы начнем шагать, но этот процесс будет просто чуть-чуть дольше. И если ты проснулся, ну, проснулся, я имею в виду, как бы увидел, что что-то в нашей истории происходит не так, да, и где-то тут надо что-то менять, то есть начать делать свои шаги. То есть иногда это настолько становится необходимым, как вопрос жизни и смерти, ты не можешь этих шагов не делать. Это внешне выглядит словно ответственность на нем, на более осознанном, но он и не может по-другому уже. Это часть процесса. Ответственность, ответственность это тоже. То есть это его ответственность перед собой, своим состоянием, своей жизнью. То есть это его личный диалог с самим собой. И он понимает, что быть верным себе, это начать что-то делать, как-то по-другому взаимодействовать. ощущение что тема и очень ясно, очень четко. Я имею в виду это для ума, а именно для той самой любви, которую душа услышит, этот проход, который ведет определенность к любви. И огромное тебе спасибо за это. И я хочу еще раз сказать, что мы каждую среду будем создавать новые темы. А все вопросы, которые есть, мы обсуждаем в чате, мы, собственно, и текстом можем спрашивать, мы можем и голосом отвечать. Вот диалог и все вопросы мы давайте принесем к нам. Да, хорошо. Вопросы было бы очень хорошо для того, чтобы они направляли, то есть вот эту актуальность темы и наших ответов, чтобы было это как-то в созвучном тоже ритме. Спасибо тебе, Джон. Спасибо тоже, Саша. Твой вот этот вопрос, когда стоит, Саша, оставаться в отношениях, а когда уходить? Где вот эта точка? Вот уходить мы можем в состоянии, нам так трудно и больно, и просто сбежать. И разрыв, он может здесь происходить, потому что, ну, словно невыносимо становится больным. Вот. Но чаще, если мы в себя не посмотрим на это убегание, очень часто мы попадаем в похожие истории. То есть так или иначе мы можем выбрать ровно противоположного партнера, но модели взаимодействия потом так или иначе отыграются эти же. Поэтому сразу бежать рановато, попробовать вот действительно включать новые какие-то стратегии поведения и взаимодействия через заглядывание в себя. А где я разрушаю эту любовь? В каких местах? Да, то есть и перестать это делать, и начать делать как-то по-другому. Вот. А если в наших изменениях партнер все равно проявляет такой саботаж очень мощный, это обнажится, это станет очевидным. И пара разваливается, она уже, естественно, может подойти к разводу. И вот этот вот развод, чаще всего, почему там нет готовности другого идти за изменениями? Потому что, возможно, людей соединяют как раз разные ценности, разные взгляды на жизнь, разные мировосприятия. То есть они, в принципе, разные. И соединились с сексуальной любви и притяжением, да? Но не учитывая еще целый пласт вот этих внутренних ценностных моментов друг в друге. И не всегда мы разные. Это повод для расставания. Вот способность остаться в любви в разности, это тоже будет говорить о развитии людей. Но иногда ценности могут просто цели не совпадать. И выбор каждой друг себя, он может привести к расставанию. Но это уже расставание может быть очень дружелюбным даже, очень таким понимающим, сохраняющим дружеское отношение. У тебя так, у меня так. Мы вот как вода и масло. Не скринемся, да? То есть признак того, что, наверное, стоит расставаться уже в преодолении каких-то сложных моментов, когда есть уже такая дружба, связь, отсутствует все равно какое-то притяжение. То есть у любви там есть несколько составляющих. И это и дружба, и детственность, да? И желание заботиться друг о друге. Вот если что-то из этого выпадает, то, например, человек не готов там ответственность брать. Это его выбор, да? И нужно тоже уметь это принять. И пара может расстаться. Или страсти нет. Вот мы прям прекрасные друзья. Но вот лечь в постель – это как-то не про нас. Такое тоже может быть. И ты ничего с этим тоже не поделаешь. То есть вот когда приходит откровение о том, что это не мой человек, вот оно где-то очень глубинное, происходит отпускание. А где-то бывает вот это ощущение – мой человек, ну так больно. Вот здесь работать, да? Здесь вот продолжать все-таки преодолевать вот эти трудности навстречу друг другу. Так вот хотелось дополнить. Когда вот настает момент, когда люди уже готовы расстаться, я всегда предлагаю им, ребята, вам теперь снять вообще нечего. Попробуйте обнажаться максимально. Попробуйте говорить действительно честно. Именно отсутствие честности чаще всего является причиной того, что вот это притяжение заканчивается, становится почти нечтительным. И когда вот люди начинают обнажаться, происходит обычно либо полностью разрыв, потому что люди говорят и понимают, что там пустота, что там ничего больше не притягивает. Либо наоборот идет вот это обнажение, и там как раз прям как плотину прорывает, и люди начинают чувствовать, начинается жизнь, начинается настоящее. И это не всегда радужное. Чаще как раз наоборот очень много претензий, очень много боли, но оно все равно уже живое. И из этого живого что-то всегда может проявиться. Или как минимум, вот раскрыв это, человек в этой честности сам уходит опять вот на это дно, про которое мы с тобой говорили, и там что-то о себе узнает. И это вот, это очень интересный момент. И с тобой согласен абсолютно, что вот все, что ты говорила в эфире, что важно начать с тобой заниматься, важно начать самому меняться. И тогда либо человек начинает, тоже что-то у него меняется, либо он в принципе отваливается. Но там еще есть другая сторона, очень часто паразитные вот эти вот отношения, они могут очень сильно обессилить другого. И чаще всего это бывает именно с женщинами. И женщина, у нее просто нет энергии на все эти процессы. А на них очень много нужны энергии, очень много нужно внимания, много силы. А у женщины, вот женщина, она высосана. И там без вариантов надо уходить, потому что это никак не раскроется. Хотя тоже, опять же, без вариантов это всегда нужно смотреть, смотреть человеку. Потому что даже вот то, что человеку там высосан, он в любом случае позволяет. Там есть что-то в нем, что позволяет паразитировать другому. Всегда вот эти вот критические, кризисные моменты в раскрытии пары, они всегда обо мне, не о другом, не только о нас, не только о другом. Но, во-первых, это не обо мне. И это важно увидеть. И да, нет смысла тогда, когда кончилось притяжение. У меня образ такой возник. Это вот как свечка, да, она горит, горит, горит. А может, еле заметно горит, горит. И вроде и не горит, но там огонь есть. И в какой-то момент она распыхивает, начинает гореть. А если что, вот горит, горит, и потом раз, все, и пошел дымок, и все. И что-то там не делай, не подкидывай, еще не делай, все, огня там нет. И тогда точно вот этот огонь кончился. Это основное, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok